У меня много нового опыта. У меня новая любовь. Каждая хорошая группа думает, что она живет в конце времен, а мы смотрим с той стороны. В кураген остается черенок, она напоминает высохший плод. Когда делаешь привычный опыт, в запястье хрустит. Мои следы ведут ко мне, потому что я остановилась здесь. Здесь отлично, свежо и солнечно. Молочная индустрия, мясная индустрия. Меньше трех. Все это меньше трех. Помни зимой, что было прошлое лето. Это весна, когда тропинка, вытоптанная в грязном снегу, говорит «Я люблю тебя». Делай с этим, что хочешь. И ты выходишь на незнакомый бульвар, хотя ты уже был, такого возраста, как сегодня, и дышал, и парыща не развеялся. В 16, в 18, в 97, в 2003. Скажи, как это было? Пока не март. Останови. Видишь, у меня на губах. В закатных лучах трое подростков с женакомыми сигаретами в правой руке. Чего это стоит, я имею в виду? Должна ли я осудить их? Ведь они курят от скуки, потому что ничего еще не умеют. Чего это стоит, я имею в виду? Что они оставили в поликлинике? Откуда и ими? И что ждет их там, каждого, по отдельности, потом? Чего это стоит сейчас, я имею в виду? Поштучные сигареты в продаже, несовершеннолетние и старшие, курящие женщины рядом с ними. И я имею в виду это и другое, моралитэ, на которое я сама отвечала. Мне нравится, стоит того. После заката это меняется. Милый Саша, я стою на острове, откуда тебя виделось. Все года одинаковые. Что там, на суше, за мостом, под мостом. Остановись или дальше, затягивая свой поводок. Пока. Это моя 25-я весна. Я помню больше вечеров, чем дней. Твои слова, как в бассейн бисера, очень много не полятся. Ты говоришь, моя бабушка. Я говорю, а моя? Руки плывут на лоса. Время останавливается. Вода перестает течь. Как в шлюзах наступает день. Закрытые ворота, значит ночь. Милый Саша, похоже, это ты или мы на соседних островах. Напротив Икери, преслата на хвоеме лежит. Это все, что я хотела сказать. Старушка с закрытыми глазами, улыбаясь светом, троллейбусом, протравлением и соком. Стройки обвешаны красными фонарями. Дети следуют от инвестентных ламп, потирая затянутым шею, плечах под ямпой. И пик-пик в супермаркете. Я думаю, я спала со всеми детьми, девочками, мальчиками и дядями, чтобы увидеть их спокойные и счастливые, или хотя бы спящие, очень пустые. Это уже из-за ворота, покачиваясь на доске воды. Теперь я знаю, у змеи есть хозяин. Закрой себе штайки, отпусти у меня интернет. Моя жизнь выше домов, впереди. Это весны, еще и еще, потому что весна – это сам Бог, как вода. Когда я чувствую тяжесть и смотрю в твои глаза и глаза твоего брата, это как поставленные вокруг коробки, как сданные в багаж чемодан, как мальчик на работе, больше не беспокоит меня. Вот срублено дерево, и пенек зараз. Вот обрастающие цепочками писем новый адрес, верки сообщений. Пока у вас не было в сети. То есть срубил дерево, сел на пене, проверять почту, а стал уже с постаревшим телом. Кто это действует? Скажи, кто пишет, когда тебя нет в сети? Солнце сушит упавшее дерево. А когда ты есть, кто пишет? Дерево так и лежит. На пеньке никого нет. Ты не можешь получать сообщение или спрятаться за деревом. Оно лежит. Ты живой или эвоей? У тебя новый адрес. Ты посадил дерево. Это для меня. А еще кто-то видит, оно прорастает через дом. Мой Петербург. Зернышко из пары. Сладкая страна, но его прийти. Весь мое Петербург помещается. На фасаде музея революции Проходит по Красноказарной. Во всем моем Петербурге тебя нет. И ты, конечно же, туда едешь. Длинные узкие платья моих подруг. Длинные неоконченные строки. Мои уже длинные волосы. На обломанной части помни. Как Игорь везет меня за спиной. На твоей работе. Мой Петербург заканчивается через Ай, ой, ой, как здорово, где мы? И если вы спрашивали, что может случиться с девочкой, в Петербурге я отдала свою жизнь. Хей, хей, хей. Это не заканчивается. Что там, на другой стороне моста? Одна река. Это здорово, говорит ты. И знать, что ты, скорее всего, услышишь и не подашь виду. Субтитры подогнал «Симон»